Спонсор программы Элита – старейшая ветеринарная клиника доктора Широнова. Полный спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев, современное оборудование, широкий ассортимент медицинских препаратов. Ждем вас в будни с 9 утра до 9 вечера, выходные с 9 до 18 часов, в экстренных случаях круглосуточно. Крупные международные выставки, такие как Евразия, дают возможность ближе познакомиться с собаками разных пород и их заводчиками. Эстонская гончая – порода молодая, она появилась в 60-х годах 20-го столетия. Очень высокий интеллект. В принципе, приближается к собакам служебных пород. У меня эстонка работала по поиску взрывчатых веществ и наркотиков. Лучше, чем восточноевропейская овчарка, но, по крайней мере, не хуже. Но компактность собаки, удобно с ней было выезжать на мероприятия, в принципе, полностью себя оправдывала. Вообще эстонки охотники берут лис и зайцев. Их используют даже для охоты на кабана. Они более верткие, нежели русская пега или русская гончая. Ну, скажем так, меньше гибнет при охоте на кабана. Но я очень большой противник, использую собак с этой целью. Ну, уникальные собаки. Даже утку в плаве гоняют с голосом. Александр Лохматов занимается разведением эстонских гончих 18 лет. Я случайно попал на охоту с эстонскими гончими. И мне просто показали, как они работают. Мне очень понравилась порода. Во-первых, компактная. На охоту их привезли вообще на мотоцикле, без коляски. Двух собак. Одна сидела на бензобаке, вторая сидела с водителем. С водителем. И просто мне сами собаки как-то, они ласковые. Они, в принципе, ненадоедливые. И прекрасно работают. Сейчас охотников, профессиональных промысловиков, очень мало. Охотники выходного дня. Охота у нас длится не круглый год. Довольно-таки короткие промежутки времени. Соответственно, навыки у собаки, они генетически заложены. А заложены это все равно показатель экстерьера собаки. Если собака экстерьерная, она не может потерять навыки. Потому что я все-таки считаю, что рабочие качества, они приобретаются. Если у собаки правильная анатомия, у нее есть все данные именно для длительной работы в лесу. По экстерьеру. Значит, правильно обучить собаку, и она будет работать. Потому что любую собаку, служебная порода, охотничью собаку, с ней надо заниматься. Ходить в лес и объяснять, что нужно делать. Плавно-плавно. У нас как-то привыкли, если мы купили охотничью собаку, она будет 100% сразу же рабочая. Для того, чтобы любая овчарка стала работать, тоже очень много тренировок, дрессировок. И опять же, специфические виды направления работы. Случается, собак других охотничьих пород делят по линиям на рабочих и экстерьерных. У большинства эстонских гонщих пока охотничий инстинкт сильно развит. Порода очень молодая. И собак никто не привозил с Марса. Все собаки взяты у охотников, которые с ними реально работали, занимались именно охотой. Так что, если вам экстерьерно нравится эстонская гончая, но вы не любитель долгих лесных прогулок и не выходите хотя бы на тихую грибную охоту, то вряд ли эта собака будет вам идеальным спутником. А если вы любитель вылазок на природу, присмотритесь к эстонке. Компактная собака для квартиры или дома. Собака универсальная. Может жить в вольере, может жить в квартире, может жить в частном доме. Единственное, что в связи с тем, что подшерсток слабо развит, вольер для содержания должен быть все-таки утепленный. Не отапливаемый, но утепленный. Но помните, эстонской гончий важен человек. Даже если она живет в вольере, общаться с ней нужно много. Прекрасно с детьми общаются. В принципе, как охранник, но больше звонок. Если это выжилец, эстонцы, они бывают выжилецы и выжлоки. Кобелями и суками их не называют. Если выжилец, в принципе, да, он может даже прихватить при охране членов семьи своего дома. Название породы эстонская гончия говорит о родине этих собак. Но сегодня поголовье в Эстонии не эталон породного разведения. Из Эстонии приезжают за собаками к нам. Но так как в Эстонии единственная национальная порода эстонская гончия, они считаются преподателем права на эту породу. В Эстонии уровень собак на сегодняшний день не настолько хорош, в связи с тем, что на 100 лет независимости в Эстонии проводили смотр, смотр собак. И ФЦИ, представители ФЦИ, эксперты, которые должны были принять бороду ФЦИ, сказали, что немножко надо еще эстонцам поработать. Наши собаки, которые выезжали в Эстонию, все подтвердили подтверждение породы, все взяли генетический тест, мы соответствуем. Ну, сами понимаете, собак в России намного больше, чем в Эстонии. Поэтому возможности для разведения у нас, наверное, все-таки больше. В Эстонии разнотипность собак очень сильная. У нас вот мы пытаемся все-таки, чтобы собаки были однотипные, и наш экипаж его сразу увиден. Проблема – это переростки, это растянутый формат у собак. Все-таки эстонец выводился как именно маленькая собака, и цель была, чтобы собаки были не выше 45 сантиметров. Сейчас стандарт немножко увеличен. В эшлице допускается до 52 сантиметров, в эшловке на 3 сантиметра меньше. Многие путают эстонскую гончую с биглем, потому мы попросили заводчикам показать отличия. Мы отличаемся формой головы. Она не должна быть плоская или выпуклая. Должен быть плавный переход от морды к голове. У бигля он более сдернут. Значит, ухо должно быть низкопосаженное, приблизительно на уровне глаз. Длина уха, как правило, должна достигать середины морды. Если чуть длиннее, это тоже нормально, но не короче середины морды. Мочка носа должна быть ярко пигментированной, черной. У собак, имеющих крас бикалор или рыжебелый, допускается коричневая мочка носа. Глаза миндалевидные, невыпуклые, с яркой подводкой век. Шея и спина у эстонской гонщик крепкие, формат не растянут. Хвост невысоко и ненизкопосаженный. Несет эстонец свой хвост не круто, как бигль. Длина хвоста до скакательного сустава или чуть ниже, не более чем на 3 сантиметра. Углы конечести ярко выражены. Локоть должен доходить на уровне грудной клетки. Грудь хорошо развита. Грудь хорошо развита, без подрыва. Пясти сведены в комок. У породной эстонской гонщики проблем со здоровьем особых никаких нет. Пара порода еще может быть молодая, поэтому живут они до 14-15 лет. Никаких серьезных отклонений при правильном уходе, при правильном кормлении, при своевременной вакцинации проблем нет. Уход за шерстью эстонских гонщик минимален. Собаки не аллергичны. Если кормить сухим кормом, только хорошими профессиональными кормами, которые подходят для собак. Но сейчас как-то с этим сложно. Хороших кормов сначала начинаются хорошие, а потом качество почему-то портится. Даже новые корма. Мы пробовали практически все корма. Используем корма сухие. Когда времени нет, допустим. Или при выращивании, допустим, щенков. Вот определенные, но это гарантированные хорошие корма. И то мы обязательно добавляем сразу в натуралку. Это сырое мясо, молоко до определенного возраста, кисломолочные продукты, творог, соответственно, все это идет. Хотя иногда и ветеринары это отвергают, но на опыте, в принципе, это работает нормально. Допустим, утром мы даем сухой корм, а вечером натуральное мясо, в обед там творог. Допустим, два-три кормления сухой, когда пятиразовое кормление у щенков. Вот, а утром, или в обед, или вечером, но вечером очень натуральное мясо, потому что длительный перерыв между кормлением. Ринг эстонских кончих на международной выставке собак Евразия-2019 был немногочисленным. Но те, кто давно живут рядом с собаками этой породы, находят ее весьма привлекательной и рекомендуют обратить внимание на нее охотникам и просто активным путешественникам. Боня много ест и часто болеет. Врачи предположили глистную инвазию. Паразиты могут жить в любом отделе желудочно-кишечного тракта, в легочной системе, вплоть до головного мозга. Все зависит от того, какой тип паразита. Чаще всего, конечно, в нашем регионе это паразит желудочно-кишечного тракта, иногда именно не касаемо печени, это пистархоз. Но для того, чтобы заразиться пистархозом, нужно повидать сырую рыбку, речную, в достаточно большом количестве. Так что в графике владельца кошки или собаки обязательно должна быть профилактика против глистов. Классически, если животное сидит дома, на улицу не выходит ни ногой, никак, ни на руках, достаточно раз в квартал, весна, лето, зима, осень. Если у нас животное, которое приходит домой только поесть, а все остальное время проводит на улице, но раз в месяц регулярно надо, так как такие животные мышкуют, крыс ловят, птичек ловят, а это все источник инфекции, глистной инвазии. Поэтому такие животные должны регулярно проводиться. Потому что все препараты, большинство препаратов действуют на взрослую особь гельминта, это, к сожалению, на личиночную стадию не действует. Соответственно, мы взрослый особь убили, а те личинки, которые остались, или яйца, они благополучно превращаются во взрослый особь. И, соответственно, через 21 в среднем день после глистогонки у нас уже животные с гельминтами. Если не давать препараты, то, соответственно, это будет сильное снижение иммунитета. Если это маленькие животные, котятки, щенки, это вплоть до смертельного исхода. Что дают интоксикацию? Интоксикацию продукты жизнедеятельности гельминтов дают. Мало того, что они могут быть в таком огромном количестве, что вплоть до прободения кишечника, то есть это будет, опять-таки, перитонит у животного, до гибели, соответственно. Если вдруг вы подобрали котеночка или щенка с улицы, глистогонка ему просто обязательно. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Но под контролем ветеринарного врача. Так как если мы передозируем препараты, то тоже можем навредить очень сильно животному. Врач может дать и медотвод от глистогонных препаратов, рекомендовая сначала поддержать организм найденыша и только потом производить обработку. Есть у ветврача рекомендации и для самих владельцев четвероногих питомцев. Ну, не забывать, во-первых, правила личной гигиены. То есть не нужно целоваться с животным, это все-таки неэстетично, неправильно. Соблюдать гигиену, если лотка, в первую очередь, да, животного. То есть ежедневные уборки должны быть. Не допускать все-таки животное к себе в постель на подушку. Это не очень правильно. То есть это можно не только гельминтами заразиться, но и какими-то другими заболеваниями. Рекомендации по всем ветеринарным вопросам вы можете получить у специалистов клиники доктора Шурунова, что находится в Сергиевом Посаде на улице Кооперативной в доме 41. Кооперативной в доме 41. Кооперативной в доме 41. Кооперативной в доме 41. Кооперативной в доме 41.